«Татуировщик из Освенцима» – новый телесериал на основе одноименного романа 2018 года, который разошелся тиражом более трех миллионов. Про него говорил весь мир и The New York Times, назвав всемирным бестселлером. Так что телевизионная адаптация, по всей видимости, была неизбежна. Сериал сосредоточен на Лале Соколове, заключенном Освенцима, и повествует о его встречах с Хиттер Моррис, автором книги, когда он рассказывал историю выживания и любви вокруг смерти в самые страшные времена в истории. Давайте перейдем к видео. Это рецензия на «Татуировщик из Освенцима». Учтите, видео содержит спойлеры. «Татуировщик из Освенцима» – это история любви, однако этот термин я использую условно. Тем не менее, он был сосредоточен на любви, что образовалось между Лали и Гитой во Свинциме. Однако, по тональности из-за ужасов в концлагере, это не похоже на любовную историю, которую вы видели до этого. Главное, как даже в темные времена любовь может выжить. «Love Will Survive» – Барбары Стрейзанд была последним, что мы услышали в финале. Показ был ужасами, совершенными над миллионами, убитыми во Свинциме. Черный дым, пепел, падающий с неба, кадры, вопли и выстрелы были присутствующими. Ужасные условия, злобный склад ума и поведение охранников всегда были присутствующими. Это окрашивало изображение. Многие люди пережили ужас этого времени. История рассказывается через интервью Хизер Моррис с Лали. Лали возвращается в прошлое, когда он был заключенным. Мы следим за его побегом в 1945 году. В наше время Лали вновь возвращается в темные уголки разума. Это привносит в наше время определенную тень. Он на диване разговаривает с людьми из прошлого. В сериале захватывает конфликт в сознании Лали о Борецком. Борецкий был охранником и помог Лали встретиться с Гитой. Они встретились, когда он впервые пометил ее номером. Борецкий помог Лали, когда это было необходимо. Он был пойман другими охранниками с вещами, которых у него быть не должно. А также устроил на работу Гиту, что означало, что Лали смог регулярно видеться с ней. Был этот неимоверно злой человек. Убийца, который, однако, помогал Лали по-своему. Это то, что тревожило Лали в сериале, почему он продолжал видеть его в настоящее время и был замучен этих воспоминаниями. В конце шоу мы видим, как Лали, возможно, так рассуждает о счастливом жизненном пути с Гитой, любовью всей его жизни, частично благодаря Борецкому. Если бы он не позволил Лали стать татуировщиком, то тот, быть может, погиб бы при случайном отборе, вероятно, не выжил бы и не встретил Гиту от начала до конца. Итак, Борецкий помог Лали продолжать встречи с Гитой. Так было ощущение, что твою жизнь спланировал чрезвычайно злой. Это было довольно навязчиво думать. Когда Борецкий сказал Лале, что он был как его брат перед тем, как Лалю выгнали, почувствовалось отсутствие реального понимания ситуации с Борецким. Так ли он думал, что они как братья и связаны? Не осознавал ли он, что Лали такова для выживания и защиты Гиты? Может быть, не так. В реальной жизни Борецкого считали простофилией и менее умным на суде. Возможно, поэтому он выглядел так в сериале. Насчет выступлений в шоу было что-то, что немного зацепило меня. Лично я не понимал, почему у Лали английский акцент, а у всех остальных в сериале нет. Это сбило меня с толку, немного выбивало из колеи. Это не испортило просмотр, но я обратил на это внимание и не мог понять, почему. Ведь у взрослой Лали не было английского акцента, как и у настоящей Лали в видео в конце. Игра актеров главных ролей была впечатляющей. Анна Прочняк в роли Гиты, Мелани Лински в роли Хизер Моррис, Харви Кейтель в роли Лали, Джона Хова Кинг в роли молодой Лали и Джонас Неви в роли Борецкого. Все они представили убедительные выступления, наполненные весом и эмоциями, что позволило нам установить связь с каждым из них. Связь, которую мы... У Ионы и Даны было что-то, что, кажется, чувствовалось через экран. Воссоединение они испытывали, когда добрались до Братиславы. Было так, как будто они хотели быть вместе, когда не могли и не знали, жив ли другой или мертв. Любовная история в последних двух эпизодах получила больше внимания, когда они оба сбежали из лагеря в различные периоды. Но до этого образовалась любовь, окруженная смертью, опустошением и злом. Это шоу с точки зрения визуальной перспективы реально не удерживалось. Будь то убийство людей, избивающих людей, тело. Страдание было присутствует, поэтому это было определенно поразительно. Навязчивый перезвон, который часто присутствовал, был что-то, что действительно пронизывало это шоу. Ну, напоминание о том, что смерть была повседневностью, а люди, с которыми мы знакомились в сериале, просто казнились. Что произошло с Томашем засело у меня в памяти после окончания шоу. Тот факт, что он считал смерть свободой, был ужасающим. Вы могли понять, почему в тот момент, ведь его беременная жена была убита, и это была вся его жизнь, так что он чувствовал, что ему почти нечего жить и не было смысла выживать там. Это было болезненно наблюдать и был глубоким эмоциональным моментом. Преображение Лали, превращение его из заключенного внутри лагеря в заключенного в Австрии и понимание того, почему он считал себя подхалимом, было просто сокрушительным видеть. Он думал, что нашел безопасность после побега, но на самом деле он был просто заключенным в лучших условиях. Раньше ему поручали делать ужасные вещи, но он хотел выжить, как и в Освенциме. Он подчинился, хотя ему было больно это делать. Особо интересно в истории татуировщика из Освенцима. Ее раскритиковал исследовательский мемориальный центр Освенцима. Они усомнились в фактической точности романа, заявив, что реальность Освенцима в книге строится на преувеличениях, неверных толкованиях и недомолвках. Считают это опасным и неуважительным к истории, если будут читать на чешском и воспринимать как факт. Об этом я не задумывался, пока не начал расследование после просмотра сериала. Я бы сказал, что в основе своей сериал хорош. Мне кажется, что шести эпизодов достаточно, чтобы рассказать эту историю. Восемь показались бы слишком длинными, учитывая, что ее раскрыли в шести. Шесть серий позволили осветить ужасы, борьбу за выживание, что многие испытали. Показана любовь Гиты и Лали. Также затронут конфликт в Лали о его жизни после зверств злодея, выживший испытывает вину. Это оказалось на переднем плане. В конце Лали идет назад к кровати. Умирает, почти замыкая его реальную историю. Допрос Морриса длился три года до его смерти в 2006. Она сначала встречалась с ним, брала интервью для сценария. Но после смерти Лали предложено Моррису пересмотреть подход. Рассказать историю Лали в форме книги. Что, в общем-то, и произошло. Было много эмоциональных моментов. В течение всего шоу мощным было реальное видео на конце, где Хитер брала интервью у Лалы в реальной жизни. Это напомнило, что рассказанная история чей-то реальный опыт и выживание. Просто поразительно. Вы этого не поверите. Я бы сказал, что стоит смотреть этот сериал, первый эпизод вас затянет. И вы, вероятно, досмотрите его до конца. Что думаете о шоу? Поделитесь мыслями в комментариях. Как всегда, спасибо за просмотр видео. Увидимся в следующем. Спасибо.